Виталий, приветствую тебя! Торговая сессия среды, наш с тобой второй недельный эфир, как и всегда, техника фундамент, смотрим за рынком, делимся, друзья, с вами, то, что нам кажется интересным в плане новостей, каких-то технических формаций, все это конвертируем в конкретные сделки, вам подсказываем, как и что можно сделать вот сейчас, в моменте. Предлагаю это традиционно начать с меня, с моих рекомендаций, с тех тенденций, которые обозначали и с демонстрацией рабочего стола. Индекс доллара куда без него. Восходящий тренд, мощный, безоткатный, 102.50, я признаюсь даже вот насколько я был уверен в том, что тренд будет мощным, но я не ожидал, что вот настолько. Все-таки индекс доллара как-то более-менее низковолатильный финансовый актив и даже на серьезных каких-то инфоповодах показывает там динамику в десятые проценты. Однако сейчас мы увидим прям такой упорный рост по полпроцента фактически каждую торговую сессию. Приближается к максимуму с времени ковида, с начала пандемии там был хай 103.81. Но при таком росте, как идет сейчас, прям очень кажется вероятным того, что этот уровень будет протестирован в ближайшие дни. Напоминаю, что доллар пользуется спросом сейчас как защитный актив, особенно с учетом вот настолько актуальной для разговоров темы по ухудшению эпидемиологического фонда в Китае, где после закрытого Шанхая все, в принципе, прогнозировали, что уже на этой неделе закроют Пекин, но вроде бы как пока о власти Китая не решаются это сделать и стараются снизить накал страстей комментариями, обещаниями активного монетарного стимулирования, которое будет проводиться Китаем для поддержки населения и бизнеса. Но как ни крути, все большее количество регионов, к сожалению, важных промышленных финансовых центров оказываются в локдаунах, в изоляции это бьет по экономической активности, по настроениям, поскольку, опять же, без Китая, без стабильного экономического роста в экономике Поднебесной не бывать стабильному росту всей мировой экономики. Отсюда такие вот продавленные настроения и доллар, как защитный актив, пользоваться спросом. Но основной катализатор роста, это, как мы говорили еще и на прошлом эфире, и неделю назад, это ожидание повышения ставки уже в следующей неделе, среда, ставка будет повышена на 50 базисных пунктов. Кто знает, может быть, параллельно с повышением ставки на такую величину американский регулятор может запустить программу количественного ужесточения или, по крайней мере, анонсировать то, как она будет производиться в последующие периоды, например, если говорить о ее потенциальном начале с июня или с июля. В любом случае, мощная поддержка, разговор об ужесточении монетарного режима, спрос на защитный актив, рост доходности американских облигаций, они немного откатили. Ну, вот сегодня опять растут почти 2,8% по 10 лет. Это не максимум, который мы увидели неделю назад, в районе 3%. Но, учитывая, как доллар демонстрирует вот этот вот будущий тренд, я думаю, что по облигациям тоже была локальная коррекция, и мы в итоге на 3% увидим снова еще до заседания американского регулятора. Поэтому здесь, друзья, ждем по 3,80 теста этого многолетнего максимума, пробиваем хай и уходим уже выше значений, которые видели во время пандемии. Ну, пока же такой вот расклад, и я допускаю, что это может произойти уже, вот, собственно, за оставшееся время этой недели и до оглашения итогового заседания американского регулятора в следующую среду. Европейская валюта параллельно с ростом индекса доллара, облад евро продолжается 0,625. В принципе, уже можно начинать фиксироваться более чем частично, те, кто шортил евро, потому что, с одной стороны, я верю, что евро может обновить и более низкий лоу, но, с другой стороны, безоткатность вот этого ралли, а нисходящего, все-таки заставляет преобладать здравомыслию и допускает, что может быть коррекция довольно-таки внушительная на 150 пунктов, может быть, выше и так далее. Для тех, кто шортит, я думаю, что до 1,0550 легко можем еще сходить. Опять же, евро под ударом не только того, что растет курс американского доллара, из-за того еще, что экономика валютного блока остается в условиях стакфляции, замедления темпов экономического восстановления вкупе с ростом инфляции. Энергетический кризис, умные санкции, как анонсировали представители Европейского Союза в отношении российской экономики, которые вот-вот будут уже объявлены. Ситуация в Китае. Не нужно полагать, что Китай далеко от Европы, поэтому никак не влияет. Ничего подобного. Напоминаю, что Китай – это один из основных звеньев вообще всей мировой торговой системы, поэтому локдауны, которые мы видим уже имеющие место быть в экономике Поднебесной, это то, что усугубляет проблемы с логистикой, с срывами цепочек поставок и вообще затрудняет процессы такой глобализации между регионами Азии, США и Европы. И, соответственно, проблемы с логистикой до того, как мы стали наблюдать за повторным ростом ценно-сырьевые активы, были ключевым фактором роста инфляции. И, конечно же, инфляция сейчас, которая и так бьет многолетний максимум в еврозоне, я допускаю, что я почти уверен, что он будет расти еще дальше. То, что будет еще больше тормозить экономическое восстановление, ну и, соответственно, толкать курсы европейской валюты вниз. Сегодня, кстати, выступление Лагард в 14.30 московском времени. Лагард на прошлой неделе во время панельной дискуссии с Джеромом Паулом, когда они касались перспектив монетарной политики Пауэлла, американской монетарной политики и Лагард, соответственно, европейской. Отметила, что повышение процентной ставки, ну, остается как бы на повестке обсуждения, но в текущих условиях представители Европейского центрального банка тысячу раз подумают, прежде чем поступить так же, как делают другие центральные банки. И в лучшем случае, когда может произойти вот это ужесточение политики через рост ставок, это конец этого года. Это для того, чтобы еще раз, друзья, вы все осознали контраст политик, вот в данном случае регуляторов, которые стоят за этой валютной парой, то есть ЕЦБ и ФРС. Мы готовимся к тому, что ФРС поднимет ставку уже второй раз подряд, это впервые из 2006 года, поднимет ставку сразу на 50 байсных пунктов, а ЕЦБ пока тормозит с такого рода решениями и, соответственно, дает нам возможность евро шортить. Кстати, пока говорю, сейчас опять котировки один, то есть уже более чем двухлетний минимум, один 0,620. Думаю, что подъем, соответственно, еще ниже. Так, рынок нефти 105-43. Отбились мы от уровня поддержки 100, как я и дал рекомендацию. Хорошо, что отбились, потому что я все-таки сторонник идеи того, что нефть может достичь локальных максимумов и приписать даже многолетний хай, то есть двинуть выше 120 долларов за баррель. Как и в прошлый раз, я признаю серьезные риски для нефтянки в виде локдауна в Китае, потому что уже потребление в Китае снизилось на 20%. Но в качестве нейтрализующего обстоятельства для меня по-прежнему остается вот эта потенциальная эмбарго, которая остается очень большим риском и угрозой для всей мировой экономики. Потому что в конечном счете дальнейший рост цен на сырье подстегнет рост инфляции, как я отметил, и вообще отправит не экономики отдельных регионов, а всю мировую экономику в рецессию. Но для рынка нефти пока что, прежде чем все это окнется на последующем потреблении, сперва мы увидим шок предложений, которые на высокой волатильности может кидануть бренд снова в район 115 долларов за баррель, где я планирую фиксироваться. Сегодня, кстати, еще данные по запасам нефти в 17.30 по московскому времени. Если будет похожий отчет как неделю назад о значительном сокращении запасов, то, возможно, до конца сегодняшнего дня бренд доберется до 107 долларов за баррель или еще выше. Так, и по золоту буквально пару комментариев. 1897 долларов за тройскую пункцию в моменте мы видим, как, собственно, комментировал в прошлый раз, смотрим на индексовичных настроений Кайман. Буквально, когда мы с тобой закончили эфир в прошлых понедельник, Кайман начал, было двигаться в сторону балансового распределения, там уже 60 на 40, была расстановка продавцов и покупателей. Я думал, что вот как раз это происходит в районе 1900 долларов за тройскую пункцию, вот где-то сейчас можно снова купить будет. Но очень быстро ситуация снова изменилась, и в моменте Кайман по-прежнему 75-25 говорит о том, что лоу мы еще не достигли, где может произойти разворот и снижение может продолжиться. Поэтому я лично сам сейчас в сделку входить не буду, я дождусь уровня, где можно будет купить. Ну и для тех, кто хочет рисковать, я сегодня на своем брифинге говорил, хочет рискнуть, можно попробовать шорт с целями 1870-1860 долларов за тройскую пункцию. И, Виталий, еще буквально два слова про перспективу пары доллар-иена, только потому, что завтра заседание Банка Японии, и я думаю, что учитывая, что многие ожидают, что Банк Японии вмешается и попробует остановить ослабление курса национальной валюты, я придерживаюсь с другой точки зрения и считаю, что ничего Банк Японии не сделает завтра. И это может привести к еще одной волне распродаж японской иены против доллара, в ходе того, что пара доллар-иена к моменту нашего следующего эфира может добраться до 130 иен за доллар. Поэтому я предлагаю сделку 128.40, даже 128.30 by stop, stop loss 127.60 и take profit 130.50. Слово тебе. Итак, всех приветствую. Давайте пройдемся по прошлым идеям. И дам какое-то видение по-новому на рынок. Итак, золото. По золоту в прошлый раз давал рекомендацию на пробой уровня поддержки 1914. Солстоп. Пока мы в небольшом плюсе находимся. Плюс я еще, напомню, ранее давал силстоп на уровне 1965. Пока мы неплохо падаем. Сейчас подошли к каким-то локальным снова уровням поддержки в районе 1890. Возможно, отсюда будет какой-то отскок или пробой вниз. Время покажет. Но среднесрочно, как я уже говорил, вижу дальнейшее снижение золота. Будет ли оно, скажем, падать камнем, скажем, пропасть или будет с какими-то боковиками, это сложно сказать. Поэтому кто еще ранее шортил, желательно, как всегда, часть покрыть сделки, кто недавно шортил ее удерживать на возможный пробой вот этого уровня поддержки. В текущих возможно еще, скажем, пробовать новые точки входа. Это на пробой тысячу, ровно 1900, скажем, точнее, 1889 с толстопом ходить. Ну, скажем, чем ниже, тем, возможно, какие-то ложные выносы локальные и отскок где-то в районе 1930-1950. Поэтому, скажем, моя рекомендация будет просто, кто ранее шортил, удерживать свои позиции в шорт. Потому что сейчас может быть в любой момент какой-то локальный. Дальше, что касается доллар-иены, кстати, я ее тоже недавно рассматривал. Достаточно сильно она ушла вверх. Сейчас она зажата в таком боковичке. Я ее даже пытался на прошлой неделе, ну, точнее, на этой понеделье, чуть-чуть шортить. Она снова нашла поддержку на уровне локальном. 127, там, 46. И какая моя рекомендация будет по данному инструменту? Это работать, в принципе, какие-то... Ну, здесь я бы так выбрал два варианта работы. Это работать на пробой 127, условно, 35. Это уровень поддержки. Возможно, мы будем делать какую-то уже техническую коррекцию. Потому что рост полторы тысячи пунктов практически за два месяца, да, напрашивается какая-то коррекция. Поэтому салт-стоп на пробой 127, 35. Со стоп-лоссом, там, условно, пунктов 50. Это первый вариант. Второй вариант. Возможно, попробовать аналогично, как ты, работать на покупку, на продолжение тренда. Но я бы уже покупал выше только 129. Там лимитку на пробой поставил. Со стоп-лоссом не больше, чем там 30 пунктов. Ну, и, конечно, там бы лучше посмотреть, как мы подойдем и так далее. Но так это будет дальше. Не будет возможности комментировать эти моменты. То есть работаем на пробой вот этого небольшого боковичка. Ударным инструментом. Что касается нефти, я аналогично в прошлый раз был за шорт. Говорил, либо мы будем в текущих падать, либо еще какие-то локальные коррекции будут наверх. Но глобально, мне кажется, вырисовывается картина, что будут скидывать вот это все накопление сильно вниз. И если будет оно на величину вот этого первого импульса, то есть у нас здесь 35 долларов, да, то если мы пройдем уровень поддержки 97 долларов за баррель, то в район практически 70 мы можем уйти. Если я правильно интерпретирую этот треугольник, конечно, там не супер-купер, скажем, какая-то патра, но есть, скажем, такие предположения. Потому что это то же самое, как было в прошлый раз с золотом, да, главное чуть-чуть не спешить, а лучше подбирать точки входа, потому что бывает, ну, допустим, условно, да, сегодня там нету какого-то понятного момента, и рынок может, в принципе, на 3-4 доллара вверх уйти и дальше только смотреть за реакцией на какой-то локальный уровень. Но среднесрочно я вижу и советую набирать шорты. То есть все, что ниже, условно, 115, я бы набирал шорт аккуратненько и, возможно, выстрелить вот эта идея. Дальше. Ну, в принципе, по валютам практически с тобой согласен. Они сильно отпадали тот же евро-доллар, и дальше вот уже обновляет 1.06. Каких-то сигналов на покупку мы даже обновили практически вот этот ковидный минимум, который был в 2020 году, а он был на уровне 1.06.30. Да. Поэтому стоит смотреть за данным уровнем, да, то есть это такой уровень исторический. Здесь будет интересно, кстати, в среднесрочной перспективе. Ты, в принципе, логически дал рекомендации уже фиксироваться на, возможно, какой-то отсток, и за уровнем 1.06.30, то есть это минимум, да, 1.06.35, смотреть, и если здесь будет образоваться какой-то ложный пробой, то есть у нас можно работать на покупке. У нас получается, да, у нас как раз очень красиво вчера подтвердили данный уровень, и я бы посоветовал здесь выставить бай, получается, бай-стоп, да, бай-стоп в районе 1.06.45 со стоп-лоссом 50 пунктов. Конечно, это такое наопережение. Здесь бы лучше посмотреть какое-то накопление, какой-то импульс, ну, что-то, вот, как было, допустим, в марте, то есть обратную реакцию наверх, коррекцию и так далее. Ну, вот такое мне видение пока по данному инструменту. Ну, S&P 500, в принципе, мы неплохо отпадали, прошли вниз. Я думаю, что мы еще можем протестировать вот эти минимумы, которые у нас есть в районе 41.00. Секущих пока нету никаких сигналов на то, что будет отступать рынок. Походу, ну, я уже говорил, есть два варианта. Первый, это то, что мы уже глобально развернулись после S&P 500, если это прошел импульс вниз глобальный, и мы только будем падать исторически. Второй, что это идет коррекция. Пока покупок не вижу, только шорты. То есть, кто ранее не шортил, возможно, рассматривать на каких-то локальных коррекциях вниз. Ну, еще напомню, что на 2022 год, вот текущий год, многие крупные компании анонсировали, сегодня, допустим, Google анонсировал там достаточно сильные байбеки, то есть откуп на рынках, у них много кеша и откупают акции. Это должно, в принципе, и по большим повлиять на рынок, поэтому, возможно, мы еще покажем сильный рост, давление максимум, но, скажем, этот рынок, вот как раз и, в принципе, анонсировался кризис на 2021, 2022, 2023 год, 2024, и он как раз, возможно, и пришел. Поэтому он не только будет на финансовых рынках этот кризис, а еще и, ну, мы знаем, что-то новое в экономиках, он уже давно. Ну, пока у меня все. Спасибо, Виталий, за сделки, за рекомендации. Ну, в принципе, по многим финансовым активам, да практически по всем у нас с тобой, я взгляд в одном направлении, это, надеюсь, говорит о том, что все-таки мы с тобой не ошибаемся, и мы не представители толпы, которые считают, что вот все будет в плане тренда продолжено. Но новостной фонд, друзья, такой, что других сделок мы провести сейчас не можем. Иногда реально стоит работать просто по тренду, особенно такому мощному, как идет сейчас. Напоминаю, что сегодня выступление Лангард. По факту можем увидеть еще больший, нисходящий импульс по главному валютному риску. Также будет еще много отчетов по штатам. Годовые данные по ОВП, личные доходы, личные расходы, это под конец недели. В понедельник мы с Виталием снова встретимся, обсудим как раз, где активы будут к тому времени, точно будут другие уровни, точно будет снова за чем последить, и будем держать вас в курсе. Виталий, большое тебе спасибо, хорошего тебе закрытия недели, и тогда до понедельника. Пока. Пока, удачи.